Остатки ёлки Здравствуйте, друзья! Сегодня вам покажу и расскажу, как я за сегодня постараюсь посадить около соточки газона. Ну а какая красота газонка! Да, косить его намного проще, чем неровные участки. Во-первых, это можно делать косилкой самоходной, во-вторых, это быстрее и это мульча. А тот участок я косить так не могу, мне приходится его косить триммером. Триммер даёт вибрации, это всё утомляет, короче, всё это ерунда. Лучше косить газонокосилкой. С чего следует начать при посадке газона? С того, как спланировать его. Потому что просто на ровной поверхности будут застойные зоны. Этого газон не любит. У меня участок с уклоном, поэтому я его просто выравниваю в одной плоскости, и вода будет просто дождевая, верховодка так называемая. Просто будет сходить и уходить у меня вон там, где он дренаж. Перекопанная, перепаханная земля даёт усадку, поэтому если я вымеряю ноль, то я должен насыпать больше. И, соответственно, прикатывать всё это катком буду, выравнивать. Вот таким вот образом я методично, раз за разом, тачкой за тачкой, подвожу грунт и выравниваю сначала предварительно. Просто вот это предварительная планировка. Потом это всё грабили, аккуратно, под каточек. Потом досыпка, где каточек больше провалился. Поэтому вспашка на одну и ту же глубину – это важно. Потому что просадка будет грунта на всю вспашку. И если вы за раз всё делаете, то усадки он даст абсолютно одинаковые, не будет местных провалов каких-то, где будет скапливаться вода, допустим, если у вас глинистая почва. Если у вас почва, допустим, песчаная, то вам не так это страшно. С чем я столкнулся? С тем, что не хватило мне грунта. Пришлось заказывать ещё одну машинку, потому что вот эти маленькие ложбинки, на первый взгляд, казавшиеся маленькими, они оказались достаточно большими. И три куба сюда земли для выравнивания абсолютно не хватило. Поэтому рассчитывайте землю всегда грунт с запасом, для того, чтобы вам хватило выровнять нормально свой участок под устройство газона. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот мой газон-участочек готов. Я надеюсь, я в этом году осилю сделать и вон тот участочек земли в виде газона. А многие говорят, а зачем ещё нужен газон? Нужно разнотравие, которое растёт само по себе. И это, как называется, наша природа, которая нам нужна. А что на это дело надо отвечать? На мой взгляд, отвечать тут нечего. Если у вас заросший участок, то, в принципе, это тоже единение с природой. Но есть минус этого единения. Например, клещи. Вот если трава вырастает 10-15 см, то 99% там будут клещи. А клещи – переносчики энцефалита и многих других заразных болезней. Для человека, для собаки, для кошки. А ваши домашние питомцы, ваши дети, да вы сами. Вы сами будете постоянно подвергать себя опасности заражения. Зачем это нужно? Не проще посадить газон. Тем более, косить его косилкой самоходной намного быстрее, чем триммером. Вообще, рецепт английского газона достаточно прост. Берёшь поле и 50 лет его косишь. Всё, вот у тебя получится идеальный газон. Потому что вот эта узкая трава всё равно забьёт всю широколиственную растительность. Я не знаю, у них, наверное, в Англии одуванчиков нет. Тоша-дуванчики очень хорошо приспосабливаются к газону. Когда ты начинаешь косить, он растёт прямо в горизонте. Вообще, молодец растение. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели моё видео до конца. Я надеюсь, оно вам было интересно и чем-то полезно. Поставьте лайк, если оно вам понравилось. Хорошего вам газона, урожая и настроения. До свидания, друзья. До новых встреч.